так друзья всем доброго времени суток у нас тоже вечер смотрите сделал обзор автомобилей сейчас вам покажу маленький обзор нашей работы сделанной проделанной вот он кенвар тоже люди мне за него задаток дали мы его делаем покажу как получается у нас ремонт вот такая вот машина получилась уже мы полуходовку здесь уже перебрали на этой машине мотор тоже от капиталили мотор тоже сделали вот такая вот новая резина абсолютно ходовку собираем то есть вот таким образом люди которые говорят там грубо говоря из говна там делаете там это люди вообще далекие вы лучше никого не слушайте просто смотрите мое видео я все покажу все расскажу что реально на машинах стоит смотрите общем кенвар 2003 года умеет обзор этой машины люди заказали мне эту машину также который водитель не сам хозяин водитель этой машины также находится рядом с нами он тоже из красноярска тоже с нами здесь находится все под его контролем то есть даже контролем но просто человек присутствует хозяин машин так перестраховался может быть ну я и всех понимаю людей тоже боятся я же не знаю там это их право я не отказываю что присутствовали здесь так что вот так вот ни от кого мы ничего не скрываем смотрите что это машине мы сделали все поменяли барабаны вот показываю люди смотрите не никого не слушайте вот они новые барабаны защиты поставили здесь колодки наклепали втулки валов волы трещотки поставили новый смотрите показываю на всех вот они новые барабаны защиты поставили тоже просил потому что я не буду ездить также на якутию показывал вот они все четыре барабана новых получается трещотки по поменяли поставили были у него самоподводящие такие плохие трещотки где-то самоподводящие где-то как прицепная была в общем но поменяли все поставили его американская потом барабан втулки валов все нового можно не завидно трещотку короче ну в общем короче трещотки но уже не будем лазить поставлю новую резину так что вот так вот вот это мы делаем на этой машине тут как бы барабан это все то есть это все за мой счет то есть это делаю я всю ходовку перебираю я за свой счет этой машины абсолютно так что эти барабаны все покупали теперь и также покупали все то есть мы то есть вот так вот здесь тоже на передние на передке перебрали тоже все валы поменяли три трещотки вот показываю тоже новый барабан и вот новый барабан там стоит смотрите колодки мы здесь колодки не меняли колодки были только на клуб она не были ровные мы приняли решение вообще не трогайте колодки они ну как новые состояния и водитель присутствовал я муском менять не метеон год оставляя не как новую человек менять новый на новый в общем колодки мы оставили но барабаны поменяли передние были барабаны мне не понравились короче их сам поменял поставился новый вот смотрите как это все делается новую трещотку поставили новый барабан мотор также полностью весь откапиталили кучу денег вложили в двигатель конечно зеркало вот сняли хотим сделать ему подогрев то есть потом контакт отпаялся на зеркале так что вот так вот показываю сейчас капот закрою покажу как делается капот процесс ремонта сейчас на паузу поставлю так вот я опустил смотрите вот так это все делается весь процесс ремонта все что трещины были на видео видите там на прошлом где машина была еще не не продана скажем так вот так это все сшивается вот так все это делается все это усиливается изнутри снаружи на финише потом покажу как получился этот капот конечно вот так он сейчас пока весь подлатаны такой но на финише получится все будет красиво так что вот так вот вот так этот процесс пока люди меня просят просто покажи процесс ремонта там как это все делается вот я показываю процесс ремонта а так кенвард конечно в салоне там шикарно у меня есть ролик этой машины так что сейчас эти люди смотрите выбрана в финише что они получают они получают они получают от капитальную ходовку с новыми накладками полностью тормоза все перебраны новые барабаны новая резина они на финише получают передок оставили резину там которая и была она хорошая мотор от капитали на коробка без проблем люфты проверены там проверено редуктора тоже проверены люфты как бы полоси там и ступицы меня снимали ступицы там сальники меняли покажу кстати назад тут задние ступицы снимались меняли мы на них сальники повторюсь на передней ступицы покажу сейчас одну вещь тоже поменяли мы ступицу целиком поменяли поставили другую вот его старая ступица видите обломаны эти то есть опоры и предыдущий хозяин поставил вот такие туда к линии вот они к линии в общем чтобы отцентровать как бы колесо чтобы не било мы поставили другую ступицу ему вот эти усики все целый сустава как родное сразу новые сальники конечно забили об этом даже не буду говорить что тут сняли сальник меняем все вот такой вот кинвард смотрите наш процесс ремонта так что никого не слушайте люди вот как это все ремонтируется никто тут никого не хочет обмануть я вас умоляю так что вот так вот сейчас покажу еще ремонт муж красного фреда вам покажу как получается вот этот белый с катерпиллером фред вот моему то сейчас ходовку перебираем он еще не проданы кто возьмет машину то не пожалеет говорю сразу так что вот колодки мы тут разобрали тоже будем клепать также валы все поснимали так что вот сейчас покажу вам красного сейчас дойду петрух на кого-то нам приехал тут замена мотор у него катерпиллер 13 ставить будем детройт это не моя машина вот шланги купил я вот на эту красную машину всю топливную систему новые шланги у меня все будем ставить новыми шлангами потому что у них проблемы они уже эти шланги там в общем репаются короче мы уже человек тоже на дальняк будет работать сразу просто сделаем как бы новые шланги топливную все соберем что вот так это вот шланги на эту машину как получился нас красную еще как бы делаем его на чё с красным у нас красный тоже новое резиновое не купили сами у нас как бы вопрос был как то есть цена с резиной цена без т.е. они сказали цена такая без резины мы сами по факту сколько денег сколько купим хорошо как будто здесь также показывал защиты я уже показывал тут все новые барабаны новые защиты барабаны так же они решили купить новые барабаны за их счет и барабаны эти машины были неплохие можно было проточить оставить но они решили за счет поставить новые смотрите только барабаны здесь купили они и резину резину опять же скажу то есть цена была как бы с резиной цена была без резины ну в принципе просто разницу там вычлили и все вот поставили новые ему шланги здесь новый энергия чип потому что здесь в общем они неправильно подсоединили всю эту систему тормозную короче у них получается здесь был тройник и все выучить через тройник шел сюда то с одной наркача шел на тут мы подсоединили сделали кран там разобрали там предыдущий хозяин заглушил вытащили заглушку сейчас подсоединили как он должен стоять вот шланги показываю все новые поставили вот шланг вот энергичи новый там но как бы все собрали все перебрали скажем так что по нему еще вот скажем вот глушитель помнить он был внизу может быть здесь как европейский стоял попросил клиент вверх вывести вот мы поставили глушитель новый уголок новые гофры все поставили все сделали так что вот так вот тут по передку смотрите барабаны оставили барабаны были хорошими также клиент присутствует при этом ремонте то есть он с нами тут стоит мы все показываем рассказываем скажем все с нами вместе здесь вот шланг поменяли новые поставили перебрали новые колодки наклепали ну короче новый там бремкомплекты пружинки все это новое здесь стоит на этой машине сейчас покажу с той стороны на этой стороне поменяли и камеру и трещотку на то есть не только трещотку поменяли там все было хорошие здесь вы поменяли камеру и трещотку шланг лодки новые то есть шкварня проверили шкварня не болтается что на кенверде что на этом фредди короче потом на финише просто промо смажем и промажем пневматическим этим пистолетом все промажется и все все будет работать вот попросил дополнительно бак уже установили клиент попросил вот он бак допом уже стоит здесь третий получается так что вода где ремонты все происходят друзья мы вот так эти машины у нас получаются не знаю я честно сказать не знаю чувствовать машина может случиться если вот на этом фредди пример мотор капиталка ходовка перебрана редуктор там поросенок менялся то есть блокировка все менялось все сделано что здесь эта машина может случиться я вообще не могу представить даже то что люди там говорят там доехала не доехала там ну как может не доехать когда ты все делаешь практически все проверяешь что тут может быть все патрубки силиконово на моторе но все проверили а не знаю почему не нужно доехать смотри на состояние этой машины она конечно же новая не станет это само собой я еще в том ролике говорю что не ожидайте что машина будет новой но будет рабочая будет работать будет приносить денег не будет ломаться вот в эту машину допустим вот в эту в кенворда в любую другую машину закладываем 2-3 года чтобы люди не лазили эту машину то есть мы заложили 2-3 года то есть мы все сделали чтобы люди что не лазили не в мотор не в резину там скажем не в ходовку просто ездили и работали скажем так так что вот такой у нас получается ремонт этих наших машин так что никого не слушайте друзья мои смотрите еще скажу бывает скажем вот клиенты ко мне приезжаю до бывают клиенты которые их три вида скажем так первый клиент основной клиент который есть точка который понимает машинах да то есть который разбирается машинах то есть он говорит сергей конкретно вот это вот это у которых там есть несколько несколько машин американцев да и вот получается он конкретный человек то есть мы с ним конкретно сели все обговорили все сделали как он хотел он понимающий человек То есть все при нем, либо без него, без разницы То есть мы сделали под него эту машину Он пришел, там бывает, как правило, они когда приезжают за машинами Два, три дня, четыре дня, ну да не еле они с нами То есть какая-то мелочь Вместе все доделали, все посмотрели на финиш Он забирает, все, эта машина поехала Я спокоен за нее, да, то есть клиент Понимающий, клиент с нами вместе все видит Все понимает, то есть все, он уехал Второй клиент Как бы за того клиента, который понимающий Я особо, скажем, не переживаю, мы все вместе сделали да там второй клиент это который говорит сергей я хочу машину который то есть я в них в американцев год никогда не работал вот хочу машину которую будет у меня американец чтобы не ломался я в него не лазит после в них не разбираюсь этот клиент для меня лично он как как сказать как стекло прозрачно не знаю как слеза то есть он такой для меня скажем чистые открытые до его обмануть не знаю любой кто обманет на любом сервис это говорю сразу нельзя человек который не понимает нельзя его обманывать да он тебя бросился по про человечески попросил сделай мне хорошую машину до его обмануть вообще никого не обманом но если его обмануть кто-то там на сервисе это обманет это подонок я говорю сразу это человек как слеза прозрачный то есть он просит подход к этой машине скажем вообще там до мелочей там чтобы чтобы был в курсе всего то есть мы ему все объясняем Рассказываем, что может, что нельзя Это человек прозрачный, как слеза Это второй клиент К нему подход, к этому клиенту совсем другой Мы всю мелочь Объясняем, рассказываем, что вот здесь сделали Вот это надо, вот это не надо Так что этих людей, у меня даже Клиент есть, женщина одна Она у меня купила В общей сложности, они как бы все вместе Она купила две машины Ее компаньон или друг купил У меня тоже две машины В общей сложности Вот эта женщина, она приехала, говорит, Сергей, я хочу Первую машину взяла Скажу честно Обмануть эту женщину Она пришла к тебе, попросила Она не понимает Взять ее и обмануть, это надо быть полным подонком Так что, друзья мои, здесь Никто никого не обманывает И работаем честно Так что мы ей сделали машину, она работает, все нормально Третий клиент, скажу Это самый такой, скажем, клиент Который Совмещает этих двух клиентов Которые вот Два клиента Он совместил их Вроде он как бы понимает А в то же время И не понимает То есть он, грубо говоря, не понимающий А делает вид понимающего То есть он с Америкой практически не работал Делает умный вид Он может честно Шугануться такой мелочи Вот просто Когда ты думаешь, что это реально просто Мелочь элементарная А он Скажем Испугается ее, да И будет там Недовольный, к примеру Да, там Или еще что-то Вот третий клиент Честно Я их не особо хочу здесь видеть у себя Но Примем любого, конечно Так что Друзья мои Вот третий клиент Это самый плохой клиент Который делает умный вид Который сам ничего не понимает И который мозги делает Понимаете То есть он совместил этих двух клиентов Если ты не понимаешь Скажите, Сергей, я не понимаю Все Мы ему сделаем То есть Как положено Он уедет Без проблем Будет работать Как бы К нему отношение Как, не знаю Я же говорю Он будет для меня Как прозрачный Как слеза То есть он будет Для меня Как бы, не знаю Скажем Как Ну объяснить Я уже объяснил Что если его обмануть Это надо быть подонком Так что вот так А третий клиент Который вот он совмещает Вот этих двух Повторюсь То есть он не понимает А делает вид понимающего Вот с ним очень сложно Говорю честно Если не понимаешь Значит Мы тебе расскажем Сделаем просто Спокойно Стой, смотри Если ты Понимаешь Еще лучше Понимаешь Он понимает Все, мы вместе Все сделали Все, все на его глазах Мне еще внутри себя Мне легче То есть с таким клиентом А вот третий клиент Который он Вроде как Понимающий А на самом деле Он не понимает В этих машинах Это самый сложный клиент Говорю сразу Если я Допустим Он испугается Какой-то мелочевки О, здесь что-то там Стучилось Ну такая мелочь Я начну Говорить, что это мелочь Он скажет, что я его уговариваю Понимаете То есть это Самый сложный клиент Так что Вот такие вот Бывают клиенты Люди мои Друзья мои Так что Бывают такие клиенты Что Вроде Все для них А они Какой-то мелочью шугаются И какие-то недовольные Я не знаю Когда все делаешь Так же, как и всем Ну в общем Бог с ними Все нормально Все работаем Все получается Работы много Так что Друзья мои Вот такие у нас машины А кто пишет мне Плохие комментарии Не слушайте их Так что Мы всегда на связи Всегда мой телефон Работает Так что Всем пока Друзья мои Не болейте Самое главное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok